Выборы 2019 А также в прямом эфире проводного радио «Говорит Севастополь» Сейчас дебаты кандидатов по мажоритарным округам Как и всегда мы работаем в прямом эфире И вот по результатам жеребьевки В этом блоке 12 минут эфирного времени Было предоставлено двум кандидатам По одномандатному округу номер 6 Сергею Вячеславовичу Глебову И Вере Ивановне Гиб Но в связи с неявкой Веры Гиб Все время расходовать будет Сергей Глебов Здравствуйте, Сергей Тема этой части дебатов Программа качественных изменений в округе Пять приоритетных шагов Согласно регламенту в первой части у вас Сергей, 4 минуты для приветствия избирателей Кратком рассказе о себе и заявления по теме дебатов Пожалуйста, начинайте Здравствуйте, уважаемые севастопольцы Уважаемые избиратели Меня зовут Глебов Сергей Я кандидат в депутаты По одномандатному избирательному округу номер 6 Округ 5-го километра До кинотеатра Москва примерно Что бы я хотел бы сказать О тех проблемах, с которыми я иду И для чего я туда собрался То есть я, как обыкновенный житель Севастополя Выходя из своего подъезда Из своей квартиры Сталкиваюсь с теми же проблемами С которыми сталкивается каждый житель Севастополя Первые проблемы выходя Это грязный подъезд Убрали соседи Убрали мы Там какой-то очередной Значит чисто в подъезде Не убрали Но есть вопросы у управляющих компаний И вообще структура ЖКХ Вообще деятельность ЖКХ в городе Они вызывают очень много вопросов И требуют очень много внимания С целью решения этих проблем Есть проблемы То, чем бы занимался бы я Во всяком случае В первую очередь Став депутатом Законодательного собрания Это безопасность Безопасность на улице Безопасность в школе У нас Прямо вот выходишь из подъезда И очень криво стоит дерево Но оно уж когда-то упадет И кто-то этим должен заниматься И обращение в компании Соответствующие службы Оно не приносит результата Сложности у нас с медициной У нас сложности с дополнительным образованием С какими-то кружками Спортивными секциями Все это работает Но сегодня все это требует внимания И с этим всем нужно разбираться Иду в законодательное собрание Для того, чтобы Те проблемы, которые Беспокоят меня И беспокоят моих соседей Моих родных и близких Вот для того, чтобы И с ними столкнуться Решить Надеюсь, у меня получится У вас еще на этот блок Как минимум 2 минуты Я бы хотел бы, если можно Перейти к следующему блоку Потому что Уже там Приветствовать Наших избирателей Приветствуют постоянно много И особенно это приветствие Происходит во время Предвыборной кампании Но к величайшему сожалению Депутаты Не все, конечно Есть люди, которые приходят Которые общаются После того, как получили мандат Со своими избирателями Но в большинстве случаев Этого уже и не происходит Я думаю, что приветствий достаточно Хотелось бы Обсудить все-таки Проблемы города Но в таком случае Перейдем ко второму блоку Он, собственно Вообще по регламенту Отведен для того, чтобы Между оппонентами Прозвучал вопрос-ответ Друг дружке Но покуда второго человека нету Все 6 минут Ваши, пожалуйста Заявления Чем вы собираетесь заниматься 5 приоритетных шагов Вы их обозначили Вот как вы планируете Деревья, вот те самые Школы, безопасность Расскажите подробнее Про вас просто никто не знает Если вы позволите Немножко об оппонентах У нас на сегодняшний день Сложилась такая ситуация Вот кого мы выбираем Мы идем на выборы И у нас два бюллетеня Один бюллетень Это политические партии И второй Конкретные люди Так вот Я бы хотел сказать О политических партиях Выбор на самом деле Небольшой Коммунисты борются Между собой Пытаясь доказать Кто же из них Все-таки настоящий коммунист Кто не настоящий коммунист Кто спойлер Кто не спорил Спойлер Но на самом деле Они-то давят На нашу На нашу Историю На то Как нам когда-то Жилось хорошо Жилось хорошо Нашим родителям Нашим бабушкам Дедушкам Что сегодня Они могут предложить Кроме истории Не знаю Кроме воспоминаний Не знаю Кроме вот этих Склок между собой Я сомневаюсь Еще хотел бы Уделить внимание Вообще Моей любимой Партии Моей любимой Теме Это партия Коммунальщиков Партия ЛДПР У нас Ну просто Это мое мнение Тем людям Которые пойдут Голосовать И может быть Прислушиваются К моему мнению У нас Каждый представитель ЛДПР Это коммунальщик Который На мой взгляд Идет решать Свои собственные проблемы Или проблемы Своего предприятия Конкретные примеры Игорь Валес Пришел В законодательное собрание У нас Во время его каденции ЖЭК 22 На нашем округе Стал ООО Приватизированный И после этой приватизации Стоимость платежек Увеличилась В два раза Сейчас У нас Валес не идет Видимо решился Свои вопросы У нас идет Живодуев Сергей Живодуев И в преддверии Этих выборов Уже как бы Немножко оскандалившись Горгас Начал носить платежки За какие-то Непонятные услуги Якобы Обслуживания Сетей Газовых В которых Ну они Проставляют стоимости Этих услуг Ну просто на свое усмотрение Я считаю Что человек Как раз идет туда Решить проблемы Горгаза И я считаю Что жителям И избирателям Нужно готовиться К тому Что уже Находясь в законодательном собрании Если он пройдет туда То Ну как минимум Увеличится вдвое Стоимость в платежках На газ Поэтому Ну люди должны Понимать За кого Отдают Голос Вообще Коммунальная Тема Она Вообще Очень Остра И интересна И не только Мне Она интересна Кто-то Кто-то пытается На этом себе Рейтинг Сделать Кто-то Действительно Проникает Но все Практически Кандидаты Включая Илью Журавлева Говорит о том Что у нас Проблемы У нас Плохо Плохо Вот как Чего у нас Севастопольцы По уровню Севмор И еще Был вопрос Мне Такой Очень Интересный Что Трудно Заплатить 500 Рублей Да Если бы Это только Было 500 Рублей Заплатил И все Больше Не за что Платить Ведь На самом Деле Идешь Хорошо У нас Есть Например Малая Академия Наук Можно Туда Бесплатно Отвезти Ребенка Заниматься А ведь Все остальные Кружки Спортивные Секции Все платные Ты выходишь На улицу И ты точно Знаешь Что у тебя В карманах Должно Быть полно Денег Что делать Пенсионерам Которые получат Не огромные Пенсии Так нужно Учитывать Наверное Специфику Региона Возможности Людей Про формирование Цены На мусор И опять же Далеко Ходить Не нужно Вот пожалуйста Крым В Крыму Армянск Красноперековск 35 рублей За вывоз Мусора С человека В месяц В Симферополе 50 рублей За вывоз Мусора Вы знаете Лично я По своему карману Могу сказать Я бы может И не против Платить Такие деньги За мусор Но если бы Мне сказали Что у нас Определен Единый Региональный Оператор И мы им Платим На развитие На будущее Вот в будущем Они поставят Заводы В будущем Они купят Новую технику И тогда Вот мы Заживем Мы будем Платить Гораздо Дешевле Но сейчас Этого Не происходит Нам Нас не Пускают Нас не Информируют Почему Такие Высокие Стоимости Этих Тарифов Илья Журавлев На мой взгляд Или некомпетентен Или умышленно Всем этим Занимается Мне никто Не объяснил Почему Стоимость Воды И канализации 60 рублей Ну я лично Так вот Воспринимаю Это как Ну вот Есть потери Кто-то за них Должен платить Почему платим мы Почему Почему не платят Руководство Водоканала За счет своих премий Не оплачивают Эти потери Всем этим Нужно Всем этим Нужно заниматься Я уже молчу Про полтора Миллиарда Рублей Который Чистый город Получил за уборку Мусора Его поймали На воровстве Денег При уборке Матросского бульвара И все И опять тишина Тишина А почему Потому что человек В законодательном собрании Поэтому уважаемые избиратели Вы когда будете Выбор свой делать Учитывайте пожалуйста Все эти мнения Я лично Не хочу Платить снова После Восьмого сентября Снова Чтобы у меня В платежках Увеличилась вдвое Стоимость коммунальных услуг Поэтому делайте Правильный выбор Делайте Сложно конечно С партиями разобраться Но С мажолитарчиками С людьми которые Живут в городе Которых вы знаете Делайте правильный выбор Те люди которые Выходят и смотрят Вам в глаза Которые несут Ответственность После За свои решения Они Переживают Почему же Вдруг Они не Приняли такие законы Которые позволят Им следующий состав Более упрощенно Избраться Нужно выбирать Тех людей Которые Переживают Может быть Во вторую очередь За собственный карман А не в первую А лучше переживают За Благосостояние Севастопольцев Жителей нашего города Сергей У нас сегодня Какие-то жаркие дебаты Завершающий день Ух Понеслась Спасибо Третий у нас Завершающий блок Резюме по теме Собственно У нас Как-то у вас Плавное Заявление в резюме Давайте все-таки Подведем итоги Что сделает Сергей Глебов На мажоритарном Округе номер 6 Когда станет Депутатом Пожалуйста Время пошло Сергей Глебов Когда станет Депутатом Он в первую очередь Заставит работать Те органы Те структуры Которые контролируют Деятельность Тех служб Которые связаны С жизнью Гаража Ну например Жилнадзор Они обязаны Мне Донести информацию Почему Те или иные Дома Стали в очередь На капитальный ремонт Почему такая стоимость Почему без договоров Требуют Платить деньги Я считаю Что рычаги есть Просто-напросто Нужно Использовать Те рычаги И возможности Человек Который идет Законодательное собрание Я повторю Об этом сказал Должен Свою личную жизнь Поставить уже на второе место Должен чем-то пожертвовать Пожертвовать Времени Уделенному Детям Семье Или не идти В законодательное собрание Вот Я бы хотел бы Наверное Обратиться В завершении Своего Заключительного выступления Обратиться К тем депутатам Которые пройдут Законодательное собрание Которые станут депутатами Во-первых Не забывать О том Что они обещали Во-вторых Не забывать Встречаться А то у нас Некоторые кандидаты Говорят о том Что они по 200 И более встреч провели Хотя бы Ну не в таком Интенсивном количестве Ну пускай раз в месяц Хотя бы Ну или в неделю Или раз в две недели Встречаются со своими Избирателями И Та группа Ну на мой взгляд Примерно понятны Кто будет представлять Уже законодательное собрание Команда победителей Чтобы Более разборчиво Выбирали Председателей Комитетов И комиссий Потому что Нельзя допускать К власти людей У которых Конфликт интересов Налицо Которые Должны заботиться И о собственном кармане И о людях Сделайте правильный выбор Придите 8 числа Уважаемые севастопольцы На избирательные участки И проголосуйте За кого? За правильных людей За правильных севастопольцев Я благодарю Сергея Глебова За визит И напоминаю Что на этом Предвыборные политические дебаты В эфире Севастополь-ФМ В преддверии Всероссийского дня Голосования 8 сентября Завершены Всем хорошего дня Услышимся в понедельник Выборы 2019